Лукашенко предупредил о попытках попробовать Белоруссию на зуб. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух лет республику будут очень сильно пробовать на зуб. По его словам, белорусам предстоит доказать, что они достойны независимости. Для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020-й год будет непростым, сказал Лукашенко в пятницу, 11 января, передает Белта. Белорусский лидер добавил, что жителям страны нужно быть готовыми ответить на вопрос о независимости своей страны. «Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — заключил он. Третий раунд. Лидеры РФ и Белоруссии проведут еще одну встречу. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на переговорах в Кремле разногласия в отношении в двух стран. 10 января Лукашенко назвал клубами и притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией. Он уточнил, что две страны подписали соглашение о создании союзного государства и развивали свои отношения, строго придерживаясь этого документа. Также Лукашенко отметил, что в отношениях двух государств почти все проблемы в более или менее приемлемом варианте решены. Остаются лишь небольшие вопросы по поводу поставок пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции на российский рынок. Однако они не носят критического характера, — заключил белорусский лидер. Кроме того, белорусский лидер пригрозил, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате России единственного союзника на западном направлении. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белоруссия надежный союзник России и курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Также она напомнила, что этот курс закреплен в концепции внешней политики России. Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за цен на нефть и газ. Лукашенко считает, что для Белоруссии установлена слишком высокая цена на голубое топливо 129 долларов за тысячу кубометров. Помимо этого, в Минске опасаются повышения стоимости российской нефти из-за планов руководства РФ к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых. Белоруссия настаивает на компенсации финансовых потерь, которые она оценивает в 11 миллиардов долларов за 6 лет.